Иван Белов Могилы мне, камень, внутри сухие кости и мертвая плоть. Ища спасения, обретаю тьму без теней и черную бездну. Кричу во все горло, но крик мой нем. Год от Рождества Христова 1676, а счетом от пагубы 374, выпал на високосный, предрекая великие беды и десять египетских кар. В високосный год Бог закрывает глаза, испытуя крепость веры людской, лишний день отдавая на откупление сатане. Зима лютовала морозами, розоватое небо стекленело и лопалось. Солнце потухло, снега заметали скаты бедняцких лачуг. В метелях слышался вой мертвецов. Волки пробирались за околицу и резали скот. Еродивые и монахи Растриги, босые, грязные, покрытые рубищем и гнойными язвами, шатались по околоткам, пророчине урожая и мор. Появлялись телята с шестью ногами, крестьяне полоумели и гнили живьем. Уроженец, молоко скисело в грудях. Исходили криком и умирали младенцы. Впервые за сотню лет замерзло Балтийское море. Команды попавших в западню кораблей бросали суда с товаром и пробивались к земле. Подальше от белого безумия и у мертвей, прячущихся в пурге. Жители рыбацких селений убивали моряков без разбору и сжигали тела. Ибо непонятно было, кто из них люди, а кто одержимые ледяными бесами кровожадные мертвецы. В Новгороде разразился невиданный голод. Трупы лежали замерзшими грудами. Ночью улицами правили безумцы, вкусившие человечины. У полиции не хватало сил и ситуацию спасли только введенные в охваченный ужасом город войска. В Москве безумный царь Иван сжигал заживо ведьмы, а из обрезанных у колдуньи волос велел вить веревку длиной в четыре версты, по которой избранные взберутся на небеса и вымолят у Бога прощение для всей русской земли. Верста. Русская мера длинная, равная 1,06 километрам. На юге Орды Порченых прорвали большую засеченную черту. Выжгли три волости и большой кровью были разбиты на подступах к Самаре. В храмах от заката до рассвета били набат, отгоняя бесов и черную смерть. Весны ждали как избавление. Рух Бучила пробудился среди непроницаемой тьмы, пропитавшейся запахами склепа и гнили. Каменные стены сочились холодом. На миг почудилось, будто он закопан в могиле живьем. Глаза привыкали к потемкам. Робкий сквозняк нес пресные ароматы талого снега, взрытые земли и пролившегося дождя. Рух сел, саваном вытянув за собой лохмотья седой пауты. Какой нынче месяц? Видно апрель. Деревья и травы, очнувшись от спячки, жадно пили корнями живительный сок, пускали почки и завивали листы. Рух слышал, как копошатся мыши в полях и птица садится в гнездо. Отгуля на широкая и пьяная масленица. Сошла большая вода. Зеленоволосые мавки завели хороводы в заповедных лесах. Русалки выползли на припек из стылой торфяной глубины. Весна — время надежды, радости и забот. А для рух обучила и вовсе страда. Весной, кроме прочего, просыпаются заложные мертвецы. Из тех, кто померли смертью дурной и царствия небесного так и не обрели. Вытаивают в распадках, царапают когтями стенки неглубоких могил. Булькают в трясинах, увитые тиной, разбухшие с животами, набитыми головастиком и ужом. Снедаемые голодом, стонут и грызут себе руки, алчут плоти живой. Ползут с перекрестков и поганых погостов к селам и деревням. А значит, время рух обучил и не вышло, он еще нужен. Нужен мертвым и нужен живым. Рух встал, словно паря в плотной осязаемой темноте. Ступни не чуяли укусов промерзшего пола. Суставы распрямились, сухо пощелкивая. Колени мерзко скрипели. Вот старая развольня. В теле поганая слабость, движения вялые, во рту горький привкус мышинного дерьма. Надо поесть. Рух поморщился, наконец поняв, что его разбудило. Чертово пение. Монотонный гул сочился в череп, бился в висках. Вот оно что. Господи, ну кто надоумил их петь? Сам дьявол испытывает на рухе новую муку. И неплохо выходит. Сукины дети. Приглушенные толщей земли и камня голоса выводили самозабвенно. Выходи, батюшка, выходи, покажись. Сейчас я вам покажусь, сволочье, подумал рух. Батюшка за ступа, сыт будешь и пьян. Надевай кафтан на свадебку зван. Ах, вот чего они горлопанят, догадался Бучила. На свадебку зван. Да иду я, иду. Взорвался рух. Зловещая эхо заметалась по стылым коморкам, отражаясь от сводчатых потолков и ныряя в щели, заросшие чертополохом и мхом. Кафтан, говорят. Надо и правда сыскать чего поприличней. Негоже на свадьбу голодранцем являться. Особенно жениху. Бучила заухал смехом, похожим на карканье старого ворона. Рваная истлевшая хламида упала к ногам. Рух остался нагим. Так и пойти? А толку? Ведь и слова против не скажут. Задница голая, срам болтается, а кланяться будут, словно вырежен в соболя. Раньше Бучила и не такие шутки откалывал. А потом поостыл. Темен, народишка, и запуган. Подохнешь с ними с тоски. Рух подошел к размокшему старому шкафу. Дверца открылась бесшумно. Просто приставленная на нужное место. Давно хотел починить, да все не досуг. Весь в заботах. То спать надо, то жрать. Изнутри в лицо бросилось нечто, показавшееся с перепугу крупным и злым. Рух отшатнулся и закрылся рукой. По голове полоснуло упругое кожистое крыло. Угревшийся внутри, не топырь, мерзко пискнул и выпорхнул в залитый чернильным облаком коридор. — Тварь! — крикнул мохнатому ублюдку Рух. — Попадись мне уже! Насмешливый писк летучего мыша затерялся в проходах. Напугал гадина. Сто чертей тебе вдышло. Бучила чуть успокоился и достал самый праздничный и по совместительству единственный балахон. Когда-то дивно прекрасный, сотканный одной знакомой ведьмочкой из шерсти черной козы, крашеной дикой лобчаткой и дубовой корой. У мелицы и была та рыжая ведьма. И не только в шитье. Рыжая, конопатенькая, жаркая, словно огонь. Славные были ночки. Время не знает пощады. Озлобившие от голода смерды забили ведьму камнями, тело сожгли и развеяли прах. А ряса износилась, обтрепалась и утратила цвет. Выбросить не поднималась рука. Он бережно, боясь окончательно изорвать ткань, встряхнул одеяние и чихнул так, что едва не оторвалась голова. Лохмотье взметнули облако едкой удушливой пыли. Жаль, солнца нет. Уж больно пылинки красиво пляшут и кружатся в лучах. Рух медленно облачился. Жесткая, засаленная, покрытая соляной коркой ткань царапала кожу. Накинул капюшон. На улице выводили печальные женские голоса. И плавала утица поросе, и плавала серая поросе, и плакала девица по косе, и плакала красная по косе. Ой, нетерпеливые! Свадьба в високосный год добра не сулит. Жизнь у молодых не заладится. Ну и ладно. Стерпится, слюбится. Опыт-то есть. Свадьба эта у него не первая, ни вторая, и дай бог, не последняя. Бог. Хе. Церковь не одобряла таких выкрутасов. Но какое дело руху до церкви? Святоша не трогали руха. Рух не трогал святош. Всем хорошо. Тем более вдовцам дозволяется жениться сверх меры. Рух как раз из таких. Из вдовцов. Из пролома в крыше синеватым потоком лился свет зловеще ухмыляющейся луны. Раньше луна была, а теперь ночное светило скверней зовется. Мутный, увитый черными прожилками, разбухший уродливыми наростами шар. Три с копейками века назад небо лопнуло, океаны вышли из берегов, треснула земля и снизошла кромешная тьма. Что это было, никто никогда не узнал. Мириады сгинули, выжившие завидовали мертвым, и скверня отныне висела напоминанием о былом, предупреждением, и каждый восход нес очередную беду. Бучило шел запутанным лабиринтом комнат, коридоров и тупиков. Капала вода. Не ахти какое жилище, зато сам себе на уме. И прежний хозяин не против. Умер давно. Дом на Лысой горе 600 лет назад заложил колдун-чернокнижник, пришедший на север откуда-то из-под Киева. По легенде, два яруса и шестиугольная башня выросли за одну ненастную ночь. Вел колдун себя тихо, на глаза не показывался, разбил сады с фонтанами и прыгающими китоврасиками. Ах да, это другая сказка. Свет в черном доме горел ночь напролет, зеленоватый, мигающий, жуткий. Люди рассказывали об ужасном зловонии и душераздирающих воплях. А потом вокруг и начали пропадать дети. В душах поселился страх. Мужики собирались угрюмыми кучками, вели долгие разговоры, спорили, точили косы и осиновые колы. Напасть не успели. Замок в одночасье сгорел. Что случилось, никто никогда не узнал. Белую вспышку видели в Новгороде. Местный дурачок-ярмолка, любивший гулять до рассвета, ослеп, размазав вытекшие глаза по щекам. От нестерпимого жара кипела река. Деревья падали и горели на протяжении полуверсты. Стены обрушились, камни оплавились, песок превратился в стекло. С тех пор черными клыками торчали развалины на вершине холма, зарастая лесом и сорной травой. Служа пристанищем для мороков и загубленных душ. Люди обходили руины десятой дорогой, пока в подземелье не вселился бучило. Проклятия меньше не стало. Под ногами шелестел ковер сухих листьев, тонких веток и старых костей. Комнаты сменяли друг друга. Темные, отсыревшие, стылые. Рух прошел мимо двери в алхимическую лабораторию. Одно время загорелся со скуки. Книжек ученых насобирал, инструментами хитроумными обзавелся, уродами в банках для вдохновения, пару пудов всякой гадости для экспериментов из Новгородского университета припер. Золото из куриного дерьма получить не хотел. От многого злата многие беды. Так для себя кое-что. Сжег пальцы серой, надышался ртути, провонял смрадным дымом и охладел. Мензурки, горелки, перегонные кубы и реторты остались пылиться хоромами для пауков. Рух вошел в большой круглый зал и замер, почуяв чужой угрожающий взгляд. По спине пробежал холодок. Что-то пряталось за растрескавшимися колоннами в темноте. Ушей коснулось сиплое прерывистое дыхание. Пахнуло мокрой псиной, свернувшейся кровью и разрытой землей. «Зверушка домашняя? Вроде не заводил». «Наш и вам, любезный!» миролюбиво поприветствовал Рух, направляясь к месту, где притаился непрошенный гость. За толстенной в два обхвата колонны мелькнула горбатая тень. На мгновение приоткрылись светящиеся, безжизненные, огромные, словно блюдце, глаза, без зрачков. Открылись и схлопнулись. Послышались шлепающие шаги. Гость застеснялся и убежал, оставив после себя едва уловимый аромат стухшего мяса и обрывки воспоминаний. Злых, полных ненависти и лютой тоски. Не дома проходной двор. Самое поганое неясно, безобидный медвежишка из леса или ломаная склизкая белесая тварь из тех, что выползают из дыр в самых нижних ярусах подземелья. Со времен пагубы, какого только дерьма не развелось. Рух старался не спускаться в это царство гнили, тлена и ужаса. Бездонные норы уводили в первозданную тьму, и не все из них удалось завалить. Воздух тянул свежий, напоенный весенними цветами и отголосками далекой грозы. Синее пятно возникло за поворотом. Дюжина выщербленных ступеней поднимались к выходу из огромного склепа. Прежде там были ворота, а теперь бесформенная, затянутая корнями и лозой дыра. Ночь озарялась теплым факельным светом. Песенный гул нарастал. У ворот береза стояла, ворота ветками заслоняла. Туда Марьюшка наша въезжала и верхушечку березы сломала. Стой, моя березонька, стой, милая, без верху! Рух выплыл из подземелья. Пене резко оборвалось. Ночь уставилась звездами. Скверня укуталась в облака. Дурковатый парень лет двадцати продолжал выделывать ногами кренделя, хлопая в ладоши и припевая. «Живи, мой батюшка, теперь без меня!» «Хоп-хоп!» На него зашипели, зацикали. «Уймись, прошка!» «Бесово семя!» «Заступа пришел!» Толпа человек в полсотни заполняла поляну перед руинами. Прошка оглянулся, испуганно ойкнул, повел ошалелыми косыми глазами и на четвереньках ускакал за спины односельчан. «Жаль прерывать!» Забавляется человек. В темноте белели рубахи и лица, факелы бросали тусклые отцветы и плевались смолой. За версту разила брага и медом хмельным. Люди притихли, склонились в поклонах. Руху нравился их благоговейный отчаянный страх. Страх можно было черпать пригоршни из воздуха. Сладкий, тревожный, густой. Одеты по-праздничному, рубахи вышитые, новые лапти. У измученных работой и податями крестьян так мало поводов для радости. Один раз в году дарит им рух. Из толпы вышли трое, седобородые, морщинистые, с клюками в узловатых руках. Старейшины. Аникей, Невзор и Устин. «Здрав будь, заступа батюшка!» Устин, первый средь равных, склонился, мелко дрожа сухонькой головой. Красные глаза слезились. Остальные двоями либо родищами землю. Пощелкивали скрюченные возрастом и болезнями кости. «Здорово, деды!» Милостиво кивнул рух. «Хорошо ли спалось, заступа батюшка?» Выпрямился Невзор. Самый молоденький и старейшин, едва разменявший семьдесят лет. Не просто так спросил, с умыслом. «Рух все для села, надежда и опора, оберег и защита. Оттого и прозвище «Заступа» ему». Издревле на севере Руси повелось, если хочется жизни спокойной, заступу найми. «Леса, кругом и болото, человек тут незваный гость. Ведьмы озоруют, заступу зовут. Мертвяки шалят, заступу скликают. Лешаки дровосеков в чащу не пускают. Поможет заступа. А с тех пор, как грянула пагуба, без заступы и вовсе никак». Большая беда пришла почти 400 лет назад. В 1238-м предвестницей близкого света представления явилась татарская орда, сметая все на пути, словно прожорливая саранча из библейских преданий. Дело привычное. Столетиями Русь оборонялась от степняков, возводила валы, выжигала кочевья дотла. Но в тот раз все было иначе. Русские княжества ложились под копыта татарских коней одно за другим, захлебываясь кровью и воем. Устоял только Новгород. Бог, видать, спас. А может, не Бог, кто теперь разберет. Орда разорила Русь и нажравшейся тварью уползла обратно на юг, обложив завоеванное налогом и данью. Казалось, хуже уже быть не могло. Но ночь с 15 на 16 августа 1302 года озарилась слепящей багрово-фиолетовой вспышкой. Небо раскололось, обрушились стены городов, церкви и терема. Опустилась кромешная тьма, утром солнце не встало. Черная ночь длилась месяц, и под покровом смрадной, удушающей темноты пришли твари, исторгнутые самой преисподней. Мир погрузился в хаос. Огромные волны смывали берега, плавился камень, трескалась и горела земля, целые страны тонули в крови. Демоны и кошмарные чудища несли опустошение и смерть. Никто не знал, что случилось в тот день. Никто не считал погибших. Никто не знал, как людям удалось уцелеть. Мутное больное солнце взошло лишь 10 сентября, дав отсчет новому календарю. Поток чудовища сяк, оставшихся перебили и загнали в леса, пустыни и горы. В кошмарных муках и океанах крови рождался новый мир. Старому пагуба нанесла смертельную рану. Исчезли народы и королевства, стерлись границы, поменялись очертания континентов, тысячи верст были выжжены, усеяны костями и пеплом. Наступил темный век. Век войн, сражений, ереси, всеобщего безумия и бесконечной резни. И длился он ровно 111 лет, пока в 1413 году на Венском конвенте уцелевшие христианские государства не объединились и не дали отпор нечисти, дикарям, варварам и демонопоклонникам, сталью и огнем установив новый порядок. За ступом в нем выпала особая роль. Субтитры создавал DimaTorzok